трудяги всем по привету пряник на связи пряник пристегнутый потому что пикает это пи-пи от ремня и как бы на камеру неудобно будет снимать да и есть такие кто очень сильно переживает что у меня это я не пристегнут а еще смс какая-то в общем народ чего хочу сказать собрал мысли по поводу канала да вот какие плюсы от канала как бы присутствует медийность меня начали узнавать люди у меня собирается аудитория на канале я более думаю это круче чем добавляется как бы мои люди но я даже не говорю что это подписчики я как бы говорю это мои люди потому что кто со мной на соответственно но подписчиками это не назвать да как бы ну какие подписчики это люди тем более мои сейчас у меня немножко срач такой небольшой жилетка тут ну куча всего разберется в течение этого всего думаю что про канал вот если бы не было канала как бы жизнь складывалась дальше да почему я это создал для чего вот сейчас как бы ужас мой адрес начали появляться какие-то мысли у людей кто-то начал меня упоминать у себя там на канале да вот там кого еще может быть трактор такой есть как бы упоминают меня в этой сфере да может быть я там при прикольный малый там все дела но надеюсь меня будут упоминать хорошем смысле иначе опять что-нибудь бомбанет сегодня у нас получается мы с дядей миши ездили в липецк закупались отвозили два редуктора два корпуса редуктора на проточку потому что у нас не время уже нету таких слесарей нету станков вообще нету фирм которые занимаются этим представляете вот вроде как бы в ссср было все а сейчас на данный момент такого уже нету вот реально вот нам нужен слесарь хороший фрезеровщик до фрезой там вытачивать наверное лучше всего было бы а у нас тут нет никого в округе блин вообще жесть она как бы вроде профессия незаметная но как бы все это присутствует да и по факту у вас нет нифига пол полно всяких там продавцов что-то еще менеджеров хрене миджеров а вот основной основных таких вот людей которые до сталкиваются с этим как бы их нету и о чем давайте окно шуль закроем в общем мы сегодня ездили в липецк братва вот я реально зашел в цех мы заехали в автотранспортное какое-то депо вот как будто во времена ссср там вот такой простой охранник сидит такой немножко видно начал это подбухивает наверное любит выйти до такой нормальный мужик без всякой этой агрессии как обычно сейчас на заводах бывает охранники вот эти вот злобные там вообще кошмар просто такой смотришь как будто он блин я не знаю заместитель путина блин ни шлагбаума ничего ты как бы заехал там стоят техника старая вот эти вот крас 255 и 200 56 нм там еще было экскаватор вот это на базе юмз разбитенький такой силок 131 торчал вот вы не поверите там такая атмосфера как будто ссср не заканчивалась там даже полы понимаете полы вот они утоптаны как бы вроде не грязь а вроде и грязь и там следы получается такие мазутные в масле там что-то еще все пропитаны этим были но это просто я говорю у нас я уже давно таких не видел в общем мы отдали на проточку будем протачивать сейчас у нас два моста мы разобрали получается полностью разобрали будем чинить камазик потому что время пришло и надо сделать камазик по-хорошему если искать эти корпуса новыми то это выйдет около 100 тысяч братва вы представляете цены около 100 тысяч но камазик тоже что-то еле едет какой-то груженый ух 57 тормозим 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 сколько у нас уже 50 нет не 50 сколько ты едешь 40 40 едет вооруженный на элеватор ползет помню как мы тоже возили грузоперевозками когда родители занимались в общем сейчас мы стоим на ремонте туда-сюда делов пока нету поле я как бы заделал одно-два потом мне нужно еще будет заделать еще большие нас поля есть ну еще прилично так работать но все но на этом тракторе братва на красном я работаю намного быстрее вот как бы я вышел на 11 гектар да на диска 3 на 4 метровом чтобы вы понимали 4 метра и я буквально там за 5 на 5 копейками часов задел 11 гектаров под ключ с краями все с обработкой понимаете блин но результат вы реально офигенный и скушал он у меня примерно наверное литров 170 180 вот в этом промежутке вот мне кажется он съел потому что заправлял 2 нет да я заправлял 100 не вру даже меньше он скушал я заправлял 100 мы с глебом привозили 50 я отработал получается еще тогда гектар сделал и сейчас вот 11 на 12 гектар у меня ушло литров 120 130 чтобы вы понимали ну блин мне кажется нормально потому что я доехал там по щупу посмотрел там литров 20-30 оставалось ну вот только там на в баке было не знаю сколько это но 20-30 литров я думаю канистра и поэтому как бы это думаю хороший результат и в общем чем мы про канал то заговорили канал хорошая тема народ реально обалденная темка просто супер вот когда ты становишься да как сказать ну узнаваемым и к тебе начинает хотя бы прислушиваться чуть там совсем стали прислушиваться начинают люди уже как бы тебе относятся чуть-чуть по-другому и тем более если когда есть хорошая аудитория когда аудитория тебя поддерживает реально вот говорит да снимает да окей да вот мы как вот моем личном случае примере да это то что я позиционирую там вот ну так получилось питерский завод вот у нас получилось совпало в этот год я завел канал и мы купили этот трактор говорить то что как бы основным двигателем на канале является трактор братва вот как не крути все видосы идут подписчики народ идет за счет конечно техники но в основном рулит красный вот красный просто делает дело реально опять же есть интерес у людей значит это хорошо как бы это все проявляется проявляется и люди интересуются этим как не крути своя техника это это своя техника это это родная техника правильно правильно своей родины это конечно плюс да я не спорю там смотреть как иностранные делают там какие джунтиры там такие мировые бренды уже до у которых там такие гиганты просто прикольная техника я не спорю но лучше когда родной как вот наша вот едет впереди камазик у нас камазик мы же знаем что это камазик он как бы понимаете ну блин родной такой хрен его знает сейчас какая-нибудь вольвешка проедет ну ты как будешь думать да типа ну вольво ну хорошая может не ломается да что-то еще запчасти дорогие а тут ты знаешь что человек едет вот я лично знаю что ему как бы придется расчехляться до брезент вот эти резиночки он нарезает сто пудово сам же так делаю а когда на улице сыра грязь или особенно зима вот этот соль все все говнище ты начинаешь скручивать презенты ты похож сам на дьявола становишься да каждый же это проходил ну блин не не так сказать не каждый это проходил но кто в теме тот в курсе как это делается не спеши братан мне только интересно куда он едет а 57 может быть на это на ефремовский элеватор тут у нас тоже что-то строится а пятерочка девочка выручает покупайте карту пятерочки будете искать скидки как я и это же прикольная тема особенно когда это особо в карманах нет ничего берешь скидочки ищешь и попер и в общем плюсы канала народ вот реально плюсы завел канал все как бы делал пошло реально ништяк так не понял ты куда бог 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 ты мой давай поворачивай аккуратно сегодня когда в липецк ехал я вот назад получается из липецка мы ехали через елец потому что мне надо было заехать на строй базу в народ я два часа потерял на это на пробке о как раз там кто съезжает сайта на обочину гонять у вас там это покрышка теперь лежит мы два почти три часа потеряли на то чтобы въехать в елец вот съезд на екатериновку да и вот оттуда уже пробки начинается ремонт дороги липецки как вы живете это вообще вот эти ремонт дороги у вас вот это перекрытие полос вечно одну там светофоров наставят выкопают все под корень это такой трэш вот как начинается ремонт дороги в липской области у нас да когда мы гоняем елец туда подальше это вообще хана это во-первых долго идет а во-вторых вот вот это слова меня писать и мы стоим с дядей же он уже полу спит уже у него там где-то что-то уже затекло он такой сидит он просто молчит я слышу он молчит а я такой говорю дядь миша у меня горюча пукан взорвется он сидит ржет говорит неадекватов на дороге конечно не будем рассматривать но там тоже полным полно просто они выскакивают кто через сплошную кто через две кто на разворот там где не надо просто как муравьи все норовят куда-то пролезть залезть о вообще трэш а когда в липецке был народ у вас реально народу мало вот едешь как бы по городу а народу мало у нас вот в ефремове даже это больше иногда на улицах бывает движи чем у вас в общем как то так лан трудяги так это мысли собираю будут периодически такие видосики тоже выпиливать запускать говорить о чем думаю как бы я думаю это будет тоже прикольная тема потому что нужно общаться же да я думаю да собирать мысли в кучку а вы со мной считай доехали до ефремова сейчас пойдем покушаем поваляемся отдохнем помонтируем и завтра снова в бой давайте трудяги пряник на связи пряник не пропадает а у нас кстати площадь делается и сделали остановку прям вот ну прям вот тут вот прям прям дикий трэш просто вот вылепили на дороге знак и сказали что это пусть будет тут вот из серии это конечно угар ладно пишите что думаете комментируйте не стесняйтесь на связи